Друзья мои, всех приветствую на моем канале. Меня зовут Евгений. В общем, решил снять вот такое экспериментальное видео, рассказать вам о своих доходах, расходах за май месяц. Посмотрю, если вам это будет интересно, если будут комментарии, отзывы, лайки. В общем, буду снимать каждый месяц такого рода ролик. Итак, для тех, кто со мной не знаком. Меня зовут Евгений. Я живую работу в Санкт-Петербурге. Работаю я менеджером интернет-магазина с графиком 2 через 2 по 12 часов. Также у меня в Петербурге в собственности 2 комнаты в коммунальной квартире. Плюс вот-вот я должен получить ключи от собственной квартиры. Квартиры, соответственно, я плачу ипотеку. Итак, друзья мои, давайте посмотрим вот мои основные доходы и расходы за май 2021 год. Взял вот такую бумажку, выписал, все, как всегда подготовился, ребята. Слушайте, вот гладил эту футболку 250 раз. Вот что на меня-то, скажите. Вот такая ткань. Сейчас скажу, куда я сегодня намылился вам. Сейчас, ребята, обсудим и расскажу вам подробности. Так, итак. 7 мая 2021 года мне на карточку Сбербанка пришла зарплата 32 307 рублей. Это не все. 21 мая 2021 года мне на карточку Сбербанка пришел аванс 16 тысяч рублей. Вот такая сумма получается. Плюс я еще на Авито продаю периодически какие-то бушные вещи. Учитывая того, что я скоро переезжаю, я стараюсь побольше. Выкину туда объявление. Особо, конечно, никто не покупает. В общем, на Авито за май я заработал чистый доход 500 рублей. Итого общая сумма дохода 48 807 рублей. Я заработал, ребята, чистый денег за май месяц. Давайте посмотрим расходы. Расходы, расходы, расходы. Самая большая, конечно, самая большая статья расходов у меня ипотека. Минус 21 тысяча. Вот так, ребята. Коммунальные услуги. В коммунальные услуги я включил все. И свет, и газ, и интернет. В общем, все-все-все, чтобы заплатить за две комнаты. У меня вышла сумма 7 980. Копейки я круглел. За две комнаты в Питере. Представляете, почти 8 тысяч. Учитывая того, что в мае у нас 10 мая, в районе 10 мая отключили отопление. То есть зимой эта сумма выше. Меня поразила вот какая строчка. в квиточке. Капитальный ремонт. 571 рубль. Ребята, у нас в Питере эти фасады просто сыпятся, рассыпаются. То есть вот эти 571 рубль я заплатил 100% кому-то на очередной коттедж в Майами где-нибудь. Ну, неявно на фасады в Петербурге идут эти деньги. Ладно. Дальше. Транспорт. Транспорт у меня 0, потому что я на работу езжу на велосипеде. Следующие. Следующие. Ну, собственно, вот все мои основные расходы. Расходы у меня получились. Ну, из ипотеки сумма большая. 29 тысяч 551 рубль. Итого у меня остается чистых денег, которые я могу потратить на продукты, на развлечения, на все остальное. 19 тысяч 256 рублей. Ребята, понятно, что нужно что-то откладывать. В частности, вот сейчас с вами поделюсь своими планами на июнь 2021. Вот эти будут длинные выходные июньские, да, когда день России 12 июня, да, да. Там вот три выходных будет. И вот у меня вопрос. Куда поехать? Белоруссию к родителям, конечно, хочется. Во-первых, я маму, папу, бабушку не видел больше года. И хочется, конечно, всех повидать. Плюс, когда ты приезжаешь к родителям, естественно, там начинается вот мясо, мед, этого все дается, этого все, знаете, вот багажник забивается, ты счастливый в Питер приезжаешь, потом полгода ты ешь. Но я боюсь, что возникнут проблемы на границе, потому что непонятно, надо, не надо этот тест, у меня прививка, пройдет, не пройдет эта прививка, потом основание. Может, меня на границе кто-то спросит, типа, а вообще, должно быть резкое основание, я говорю, я там скажу, допустим, я к родителям еду, мне скажут, нет, это не основание, там должно быть там свадьба и какие-то мероприятия такие, а просто так это не основание, несмотря на то, что там ваши родители живут. В общем, я так и не разобрался, ни на ютубе смотрел ролики, ни в интернете читал, никто толком не может мне сказать, как сейчас с этой границей, с этим коронавирусом. Хорошо, следующий пункт, куда я могу, пункт назначения, куда я могу поехать, это Москва. В Москву тоже хочется съездить, был последний раз на Новый год, но Москва, конечно, подороже по деньгам будет. Ну, в Москве сто раз было, куда я хотел бы сходить в Москве. Я хотел бы сходить в Серебряный Бор, на Нудистский пляж. Вы знаете, что я люблю, когда приезжаешь, лес, солнце, вода, озеро, нет людей, чтобы вот просто позагорать, отдохнуть. В общем, хочется съездить в Серебряный Бор, посмотрю, посмотрю, в общем, куда я поеду. Вам, естественно, видео расскажу об этом. Так, друзья мои, конкретно сегодня, куда я намылился. Вот видите, в такой футболке. У меня приехали друзья с Ярославля. Мы едем в Дюны в Питере на пляж сегодня. Поэтому вот снимаю ролик, загружаю его на YouTube и еду на пляж. По поводу доходов, давайте еще пару слов вам скажу, кому интересно будет. Кто собирается переезжать в Питер и говорит, что Жека, конечно, 50 тысяч – это не деньги. Ребята, лично про себя скажу, как бы я еще мог заработать. Смотрите, во-первых, у меня ипотека не 21 тысяча, а 15. Я плачу с досрочным погашением. То есть 6 тысяч уже бонус, да? Ну, вот плюсы уйдут. Следующий. У меня график, ребята, 2 через 2. Соответственно, элементарно можно 2 дня работать, потом взять еще подработку графиком, допустим, 3 сутки через 3. То есть у меня был стабильный 4-й выходной, да? И работать еще где-то. С графиком сутки через 3 я смотрел каким-нибудь охранником, еще кем-нибудь там. Ну, как правило, это охрана. Зарплата 25 тысяч минимум. То есть, по моим 50, грубо говоря, можем еще добавить 30-ку, да? Если вы не хотите охранником, господи, да в Питере куча работы. Хоть ты в ту же Яндекс.Еду устроите, да? Куда угодно. Уборка квартиры, если вы женщина. Что еще? В общем, в такси, куда угодно. Но с графиком 2 через 2 можно свободно подрабатывать. Я просто, ребята, не хочу. У меня уже, знаете, эти уже комнаты, эти квартиры, эта жизнь, она уже просто... Лето, вот до сентября месяца только основная работа. Все, никаких у меня тут дополнительных. Не хочу, хочу немножко отдохнуть. Так, что еще, ребята? Какие новости? В июне у меня зарплата будет выше. Так что ролик я сниму и сейчас накаркаю. Сейчас накарку ваши копейки придут. Ну, я надеюсь, что в июне будет выше, там какие-то кое-какие события. Я вам расскажу об этом уже, когда в июле буду снимать, да, ролик на эту тему. Все, ребята, спасибо. Буду ждать от вас обратной связи. Надеюсь, что эти ролики вам будут полезны. В общем, такие дела. Все, ребята, всем пока. До встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok